Смутировали систему отопления в загородном доме. Нагрев электрокотлом ProTermsCAD. Установлен трехходовой клапан для подключения более косвенного нагрева. Установлен спускник на загрузке бомбера. Здесь у нас выходы для подключения к будущим второго котла. Также через эти выходы мы осуществляли балансировку системы отопления. Расширительный бак фирмы Flamco. Сепаратор грязи. Сепаратор воздуха. Первый и второй этаж отсекаются кранами. Котел управляется по бас-шине через GSM. Установлен зонт H1V. На данный момент идет его настройка. Проблемы не можем выяснить номер, который в комплекте идет с зонтом. Поэтому у нас горит F49 ошибка связи по бас-шине, потому что выключено сейчас управление. Система обычная двухтрубная. Полипропилен, алюминием. Не пропускает кислород. То есть есть вероятность пропускания кислорода через стенки в местах установки фитингов. И именно поэтому стоит сепаратор, чтобы минимизировать риск попадания кислорода и коррозии остальных радиаторов. Радиатор подключен по диагонали. Так идет максимальный КПД. Осевой термостат с термоглобкой Хаймайер. И балансировочный вентиль, с помощью которого осуществлялась балансировка. То есть мы поставили насос с альфа, с альфа-ридером. И через приложение балансировали всю систему. Как осуществляется балансировка? То есть сначала производится замер расхода всей системы на закрытую задвижку. Все радиаторы полностью закрыты. Мы меряем расход на закрытую задвижку. Далее измеряем расход по каждому радиатору. То есть открывается каждый радиатор поочередно. Ты вводишь данные теплопотерь помещений, данные по радиаторам, размер каждого радиатора. Эти данные у нас были. То есть мы расчет выполняли при комплектации объекта. Все эти данные вводим. Потом переходим уже после ввода данных. Ввод данных занимает как раз самое длительное время. Далее мы переходим в социальную саму балансировку. С помощью приложения ты берешь каждый радиатор и балансировочным вентилем регулируешь нужную величину открытия вентиля. Тем самым мы смогли достичь одинаковой температуры всех радиаторов. Ну где-то час у нас заняла балансировка. Зато мы получили равную температуру поверхности радиатора. То есть нигде не будет перегрева. Плюс управление термоголовками. То есть если в какое-то помещение идет, допустим, солнечный свет, помещение становится тепло, термоголовку перекроет. На котле установлена автоматика. Есть дачку уличной температуры. Дачка температуры помещения. То есть максимально экономично будет работать электрокотел и не тратить лишние деньги на отопление. То есть всем будет комфортно и денег лишних на это не будет потрачено. Сейчас мы посмотрим, как установлен датчик. То есть можно посмотреть. Вот он установлен на улице. Датчик температуры воздуха именно уличного. Еще есть интересного. Ранее у нас была проблема с электрическим котлом Stout. Могли не подтвердить гарантию по причине того, что система не была промыта. Да, действительно, ранее мы системы очень редко промывали перед запуском. Не видел я в этом большого смысла. Хотя на обучении всегда говорили, что система должна быть перед запуском промыта, а далее заполнена при готовом воде. Здесь систему промыли, то есть привезли воды в три раза больше, чем нужно для заполнения. То есть объем системы у нас 100 литров. Привезли 300 литров воды. Промыли. Да, на отработанной воде есть масляная пленка. То есть промыли не зря. И теперь будем на всех объектах промывать. Далее компрессором выдули всю воду, которая использовалась для промывки. Частично промывали по кругу, частично, когда уже вода грязная, сливали. Удобнее, конечно, было бы просто напрямую подключить к водопроводу. И промывать сквозняком тогда, ну, повторно вообще бы не использовалась вода для промывки. Вот, воду выдули и залили уже 100 литров полностью чистой воды. Потом систему отбалансировали. Сейчас запускаем, настраиваем автоматику. Решим сейчас проблемы с сим-картой. И запустим. То есть у нас датчик уличной температуры видит. Трехходовой на бойлер уже переключает. Температуру бойлера тоже видит. То есть, в принципе, все уже подключено, все работает. Осталось только запустить зонт, чтобы приложение начало работать. И можно себе комфортно пользоваться системой.